Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Первый раз попал за 32 года в такую ситуацию. Ну, я думаю, что, может быть, если сама по себе ситуация и первая, то вот то, как вы в неё попали, а точнее при посылке, является точно не первым. Осенью познакомилась с нерусским мужчиной, старше себя на 7 лет. Да, а на каких основаниях вы с мужчиной познакомились, собственно говоря? Что это были за основания? То есть, ну, что вас объединяло, да? Вот. Что вас связывало? Вот. Какие точки соприкосновения у вас были, так скажем? Мы работаем в последних заведениях, виделись раньше, но никогда не рассматривали его как мужчину для отношений, мне казалось. Он обычный. Ну, здесь вы говорите о том, что в той или иной степени сами по себе отношения вы как-то выделяете. То есть, вы ищете именно мужчину для отношений, то есть, вы фиксируетесь на отношениях, если вы фиксируетесь на отношениях, значит, они для вас имеют какое-то значение. Если они для вас имеют какое-то значение, значит, с этим связаны ваши потребности. А если связаны потребности, то вот вам и зависит от также внутренний конфликт. Вот, поэтому, ну, не стоит удивляться тому, что вот с вами произошла такая история, пускай и, может быть, ну, может быть, не очень приятная, да? Ну, на мой взгляд, вполне, вполне закономерно в этом случае, ну, вот, в смысле, в случае, вот только, который вы описываете. То есть, тут в этом смысле, на мой взгляд, все более чем закономерно, вот. Ну, опять же, естественно, вы можете, конечно, с этим быть не согласны, да, вы можете думать, естественно, по-другому, да, и, ну, как бы, вас в этом смысле никто не выставляет, не верит. Так, ну, так и есть, он обычный, вам кажется, что он обычный, или это так и есть? Обычно, если, с первого взгляда, не на супер, то я не даю мужчине шансов, то есть, по сути, что вы здесь говорите. Здесь вы говорите о том, что, если у вас к мужчине не возникает сразу какой-то импульс, вот, то вы даете ему отворот по вороту. А что такое, первый импульс? Что это такое, первый импульс? Знаете ли вы, что такое, первый импульс? Первый импульс, ну, то есть, всплеск. Это история про ваши, как раз таки, желания, про ваши, как раз таки, потребности. Вот что такое импульс, если мы говорим об импульсах. Вот, ну, и вопрос в таком случае, какой импульс у вас возникает, что вы, вот, грубо говоря, даете только при его наличии шансов мужчине, вот. То есть, здесь очевидно, очевидно, что это напрямую связано с тем, может ли человек дать вам то, что вы хотите, вот. И если не может, то вы от него, соответственно, отказываетесь. Ну, и в этой связи можно сказать о том, что, пожалуй, круг, сфера, перечень ваших отношений выстраиваться вокруг чего-то такого, я бы сказал, конкретного. Вот, но никак не вокруг, вокруг личности человека, с которым вы встречаете. Тут, видимо, сыграла роль все долго без отношения, поэтому я почему-то стал отвечать на его знак внимания, и ходить с ним на свидание, хотя первое время ловила себя мысль, одна мысль, зачем я все это делал, если это не мой типаж. Ну, типаж, типаж это психологическая защита, вот, а почему-то стали отвечать, ну, давайте разберемся, что это было за чувство, то есть попробуйте его отследить. Дальше мне понравился как человек, мне с ним было весело и легко. Опять же, что вы вкладываете в это слово понравилось. Я стал видеть на друга и как бы смотреть на него другими глазами, но стал мне казаться симпатичным и сексуальным. Это называется проекция, когда мы приписываем человеку то, что хотим сами, вот. Это называется проекция, к сожалению, вот. И я бы сказал, что именно по этой причине вы начали его так видеть, именно по этой причине вы начали видеть его сексуальным, красивым и привлекательным. То есть это механизм проекции. Вот. Но вопрос заключается в том, что стоит за механизмом проекции, какое чувство, какое желание, вот это уже интересно. Так, значит, плюс он за мной бегал, какой-то время куда-то приглашал, писал сообщение и говорит, что я ему нравлюсь. И как-то незаметно для себя я сильно подсела на него. Подсела, то есть, что это значит, что вы в это вкладываете, какие изменения с вами произошли, привыкли, стали получать то, что вам нужно. Потом у нас случился секс, подробности я опущу, но его нельзя назвать хорошим, и после этого его интересует поугас. Ну, видимо, ему только это и надо было, я ещё подозреваю, что он женат. Ну, а завтра это оскорбляет и задевает. А вот у меня интересный оборот возрос, хотя это странно, потому что я тоже рассматривал его исключительно как временный вариант для секса, и если уж он не был феоричным, то зачем мне вообще он тогда нужен? Ну, вот, как-то здесь на задний план отходит то, что он вам нравится как человек, то, что вам весело и легко, а ведь это с сексом не связано. Понимаете, да? То есть очень сужается количество точек соприкосновения. Плюс, здесь есть противоречия, согласно которому вы говорите, что ему только это и надо было, но это она его понимала так. Так вы как относитесь к тому, что ему нужен только секс? Значит, на меня на нём заклинило, и тут начинается самое интересное, за ним начинаю бегать я. Ну, естественно, раз вас заклинило, только что это? Это состояние с ним. Какое это состояние с ним? Вот это вот нужно разбирать, что это за состояние. То есть, если до секса было наоборот, то после инициатором общения было уже по большей части я. Ну да, это довольно распространённое явление. Он не отказывался от всего этого, ну и былого интереса и инициатива от него уже не исходило. Он стал реже писать, дольше отвечать на мои сообщения, ничего толком не предлагал, не говорил уже о том, как я ему нравлюсь и т.д. При этом, когда мы виделись, он вёл себя, как обычно, целовал и общался т.д. Я, что совсем на меня не похожа, стал чаще проявлять инициативу. Так, с моей подачи мы встретились ещё пять раз. Значит, у меня здесь к вам такой вопрос. А с чем связано то, что для вас, скажем так, не характерно проявлять инициативу? Вот, с чем это связано? Мне бы хотелось, мне бы хотелось вот понять. То есть, с чем связано, что для вам не свойственно проявлять инициативу, получается, ну, по отношению к мужчине, да? Вот, с чем это связано? На мой взгляд, это весьма и весьма интересно. Потому что, вообще-то говоря, это определяет вашу, в том числе, модель женского поведения. Так, значит, в моменты ближе всем говорил, как хорошо со мной, что проводил за мной 26 часов в сутки. Если была такая возможность, традиционно показал, как хочется меня исключать, но в последнее время только я заложу разговор о встрече, он сразу пропадает из мессенджера. Ну, я думаю, что человек так реагирует на ваш контроль. Я думаю, что вы его так контролируете. Я думаю, что отсюда. Я сразу заложу разговор, он назначает какую-нибудь встречу и потом пропадает. Надо ему со мной писать, а тогда он может быть связывали встретиться, а может и нет. Я, естественно, обижаюсь. Это не естественное обида, детское чувство, но вы получаете в обиде право на какое-то чувство. Вот только никакого. Вот обида, в том числе, является переносом ответственности за себя на другого человека. Потом игнорирую его при случайных встречах, но он больно ко мне подходит к коверам, начинает и возвращает там встречу на другой день и опять не получается. Ладно, спасибо, вы используете манипуляцию здесь. Не знаю, зачем так делать, но честно сказать, что не играется, больше не хочет никак их встречу. Ну, вот видите, здесь вы хотите, чтобы человек принял решение, а не вы. Когда я начинаю это предъявлять, он отвечает, что-то вроде, если у меня было неинтересно, я бы равно об этом сказал. Да, то есть вы предъявляете претензии, то есть как вы обращаетесь со своими чувствами. Вот тоже. Пожалуйста, вот обратите свое внимание на этот факт, это очень важно. Значит так, закончилось и в общем тем, что он после нашего встречи в декабрине пришел внизу в руку, причем он сначала за нее написал, уезжая к тебе и слился, а после этого я его заблокировал. Слился об этом случайно через пару дней, подошел ко мне, но я ушла и не стал слышать его отговорки. Вот опять же, вы описываете какие-то действия свои. Но такое ощущение, что эти действия, они очень, ну, как бы, как бы спонтанно происходят эти действия. Два месяца мы не общаемся и не видимся, да, то есть за действием нет эмоционального наполнения. Он уволился оттуда в мессенджер, он у меня заблокирован, но он и не предпринимает попыток написать чужого номера, например, адолтин, то есть вы его заблокировали и ждете, что он проявит активность. Ну, в общем, получилось, как в анекдоте, дала шанс страшному парню, а он ведет себя, как бы, страшный я. Он, конечно, не страшный, но не в моем вкусе изначально, об этом я уже сказал, хотя сейчас мне кажется, что он и самый красивый мужчина сверху. Вы его идеализируете, и я не понимаю, что он вам не говорит. Обида? Нет. Потребность в состоянии. А ведь как, это да, я так огласно, он меня не хотел, бегал за мной, в итоге я ему не нужна. Ну, самооценка, да, самооценка здесь, безусловно, играет роль, но это, на мой взгляд, не главное. Вот. Так, то ли действительно мне так нравится, то ли я все придумал, и мне нравится в нем то, чем я его мысленно градила. Да, это именно так, голова в вас работает хорошо. Возможно, я идеализирую конченого мужа иногда, на вранье его несколько раз ловила. Ну, это деструктивный модель поведения, когда вы кого-то ловите, это родительская позиция, это тоже нужно корректировать. Вообще, ваше отношение с мужем, как и развод, тоже нужно исследовать и корректировать, потому что развод оставил на вас отпечаток. Возможно, не хватает эмоций ярких красок в жизни, он летел в мою жизнь, загреская, и все это давное время. Я снова почувствовал себя желание, красивый и т.д. Да, но это поверхность, есть более глубокий слой. Мне было с ним весело, адреналин зашкаливался, сейчас я нашел, осталась пустота и серость. Да, это ваш внутренний конфликт, ничем, никем заменить его не могу, потому что нужно заниматься психотерапией. Пробовал встречаться с другими парнями, с другим парнем. Симпатичный в моем вкусе, но нет, он нужен только. Он каждый день о страданиях и тоске. Я бы поисследовал это, посмотрел, что там и как. Привязалось к нему, он каким-то родным стал за эти пара месяцев, что мы общались. Вот, привязанность тоже нужно исследовать. Как избавиться от этой зависимости, как жить дальше без него? Психотерапия. Понимаю, все время лично, так, не хотелось быть так с друзьями. Так, как избавиться от этого? Изболяться не нужно, нужно исследовать, смотреть, какой конфликт вы здесь решаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго.